А теперь я вам расскажу, как затонировать готовый барельеф. Первое, что необходимо сделать, покрыть всю работу белой кроющей краской базы А. Объясняю, для чего это необходимо. Мы тонируем барельеф методом лисировки. Для этого используем прозрачные или полупрозрачные краски. При их нанесении нижние слои всегда будут просвечивать. И для того, чтобы цвет был чище, мы должны барельеф покрыть белой краской. Этот слой просушиваем не менее часа. Далее берем первый тон краски, который мы с вами подготовили в прошлом задании. И наносим его на небольшую часть фона круговыми движениями мягкой кистью. Тыквы в этот момент остаются нетронутыми. Мы их затонируем в последнюю очередь. Затем берем хлопчатобумажную ткань и снимаем излишки краски по верхушкам фактуры. Если вы все-таки попали краской на рельеф тыквы, то круговыми движениями тщательно разотрите это место. Далее продолжаем наносить краску на следующий небольшой участок работы. Краску необходимо наносить круговыми движениями, как бы вживляя одно пятно в другое. Для того, чтобы место стыка между участками не было заметно. Затем снимаем краску по верхушкам фактуры и тщательно растираем место стыка двух участков. Наносим краску на следующий участок работы. Старайтесь не делать пропусков в красочном слое. В процессе работы смотрите на рельеф с разных сторон и проверяйте качество нанесения краски. Еще раз снимаем краску с верхушек рельефа. Далее наносим слой краски по нижней части барельефа. Затем снимаем слой краски с верхушек фактуры. При этом следите за тем, чтобы на тыквах не оставалось красочного слоя. Теперь наносим краску на большую тыкву. Действовать необходимо очень быстро и нанести краску за один раз. Затем начинаем снимать излишки краски хлопчатобумажной тканью. В последнюю очередь наносим красочный слой на малую тыкву. Поверхность этой тыквы мы сделали гладкой. Поэтому слой краски снимать мы будем другим способом. Той же хлопчатобумажной тканью круговыми движениями мы сначала слегка снимаем краску, а затем похлапывающими движениями набиваем ее. Таким образом получится ровный красочный слой и мягкий переход тона. Далее необходимо закрасить все пропуски в красочном слое. И вот что должно получиться на первом этапе. Я хочу обратить ваше внимание на то, что вы должны тонировать барельеф только при естественном освещении, без подсветки, чтобы вы могли точно видеть и контролировать свет и тон работы. Этот слой просушиваем один час. В работе с лисирующими красками есть свои особенности. Когда мы один и тот же цвет наносим послойно, то тем самым увеличиваем его тон, то есть делаем темнее. Поэтому, используя это свойство лисирующей краски, мы еще раз наносим тон номер один на некоторые места барельефа. В первую очередь мы сделаем темнее внешнюю часть малой тыквы со стороны теней. И похлапывающими движениями снимем краску, тем самым смягчая переходы от тени к свету. Далее сделаем темнее большую тыкву. Для этого нанесем краску небольшими участками, снимая ее излишки хлопчатобумажной тканью. Старайтесь в это время сильно не тереть поверхность тыквы, чтобы не испортить нижний слой краски, так как он еще до конца не просох. Чтобы тыквы визуально выходили на передний план, задний план необходимо сделать немного темнее. Для этого на листьях наносим слой краски и слегка снимаем ее с фактуры. То же самое делаем с ветками и черенками. При этом фон стараемся не испачкать. Вот так должен выглядеть барельеф на данном этапе. Этот слой краски необходимо просушить около часа. Далее берем тон номер два. И на палитре или на крышечке от стакана слегка разбавляем краску водой. И наносим ее опять по дальнему плану. В этот раз мы подчеркнем тени. Так как краска разбавлена водой, она будет затекать в фактуру. Но в любом случае ее необходимо слегка снимать тканью. Затем тонируем большую тыкву в углублениях рельефа. Намечаем ее собственную тень и падающую тень от малой тыквы. Оставляем нетронутыми только самые выпуклые части тыквы. В конце снимаем краску с верхушек фактуры. Далее наносим краску в центр малой тыквы. И похлапывающими движениями снимаем ее. Тем самым смягчая переходы. Затем необходимо донести собственные тени на малой тыкве. По сути, мы увеличиваем тон уже имеющийся на форме тени. Ничего выдумывать не стоит. Необходимо просто повторить то, что уже существует. При этом работаем только мягкой кистью. И смягчаем слой краски тканью похлапывающими движениями. Главное не оставлять полос от кисти. Затем наносим падающие тени от предметов и снимаем краску с фактуры. Далее еще раз проходим по теням. Запомните, что при лисировке каждый последующий слой краски дает более темный тон. Поэтому наносим еще раз собственную тень на большой тыкве. И снимаем излишки краски с фактуры. Следите за тем, чтобы краска наносилась мягко. Без резких переходов. Затемняем лист справа от большой тыквы. Еще раз тонируем малую тыкву, увеличивая тон со стороны теней. Место перехода светотени делаем очень мягко. Еще раз поднимаем тон на листьях тыквы. Субтитры делаем мальчики. Собственно, разводим литки держится на планах. Когда слой краски слегка подсохнет, берем влажную хлопчатобумажную тряпочку и начинаем вытирать верхушки рельефов. Тем самым мы их сделаем ярко выраженными. Хочу обратить ваше внимание на то, что это возможно сделать только в течение нескольких часов после нанесения краски. Если краска окончательно просохнет, то снять ее с фактуры не получится. Далее мы увеличим тон на нижней части натюрморта. При этом закрываем всю поверхность без исключения. Тон тех мест, на которые мы ранее нанесли слой краски, станет темнее. Оставляем нетронутыми только тыквенные семечки. В конце снимаем краску с фактуры. Далее опять разводим краску номер два и закрываем ей всю внешнюю часть малой тыквы. Как видите, при этом увеличивается тон ранее нанесенных теней. проделываем то же самое с большой тыквой. обратите внимание на то, что если в работе мы увеличиваем тон в одном месте, то необходимо его увеличить и в другом месте. Поэтому еще раз проходим тоном номер два по дальним планам. Снимаем излишки тона на светлых частях. Далее берем тон номер три и тоненькой кистью наносим краску в местах смыкания предметов по всей работе. Под тыквами, в основании черенка, в прожилках и так далее. Последите за тем, как и где я это делаю. Запасибо run за номер шvertлыми степи в лебедку с французской к EHR. Отedes надежности колбачи можноractивать меня на beschаянке. Последить возможности трудно, после того, чтобы вы היה с白 autismом... ... ... ... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...